Здарова, мои неугомонные любители пошаговых стратегий! Вчера Фераксис анонсировала, кажется, последнюю цивилизацию для Sid Mears Civilization VI — Португалию под управлением Жоана III. Именно при нем расцвела Португальская империя, заморские колонии. Особенно, мне кажется, будут интересны столкновения с турками, потому что именно с Османской империей Сулеймана Великолепного Португальская империя Жоана III воевала на море. Берберские корсары, Каппадан Паша Барбаросса против португальских мореплавателей. Уникальная способность Португалии называется «Каса да Индия», что можно перевести как «торговый дом Индии» или «торговая компания Индии», и оно существенно увеличивает прибыль от международных торговых маршрутов, при этом ограничивает маршруты только прибрежными городами или городами, в которых построена гавань. Кроме того, эта же способность увеличивает дальность передвижения торговых юнитов по воде и дает им способность сразу грузиться на борт и перемещаться по водным клеткам. Если кто не понимает, то обычные цивилизации не могут торговать через море, если ни в одном из городов не построена гавань. Просто караваны на воду не спускаются, а тут сразу такая возможность есть. Уникальный юнит Португалии, точно такой же, как и в пятой циве, НАУ – это морской юнит, заменяющий каравеллу. Во-первых, он сразу получает бесплатное улучшение, кроме того, на содержание НАУ тратится меньше денег. А самое главное, НАУ может построить две фаитории. Это уникальные португальские порты, которые дают дополнительное золото и производство за счет торговых путей, связанных с этим городом. Но строить их можно только на клетке иностранного побережья рядом с бонусным или редким ресурсом. Ну, видимо, идея такая. Вы начинаете торговать с иностранной цивилизацией и отправляете ваши НАУ к тем городам, в которые у вас ходят самые выгодные торговые караваны. И там ставите эти самые фаитории. Правда, вопрос к сетевой игре. Если эти фаитории ничего не дают иностранному городу, в принципе, то смысл разрешать их строить. Уникальное здание Португалии называется школа навигации и заменяет университет. Школа навигации увеличивает производство морских юнитов в каждом городе, где построено, а также дает дополнительные очки науки за каждые две клетки побережья или озера на территории города и дополнительные очки великого флотоводца. В общем, на морской карте будет офигенным зданием, на обычной карте по ситуации. Уникальная способность лидера Жоана Третьего называется укрепленные ворота и увеличивает радиус обзора всех юнитов. В принципе, неплохо, но Фераксис посчитали, что этого мало и добавили нехилую такую имбу. Эта же способность увеличивает количество торговых путей каждый раз, когда Португалия встречается с новой цивилизацией. То есть, например, на самой большой карте на 12 цивилизаций у Португалии может быть плюс 11 торговых путей, ни с чего просто. Ну и как будто этого мало, у вас еще и всегда открыты границы со всеми городами государственными. Ну, последнее, конечно, такой приятный бонус, а вот дополнительные торговые пути просто за встречу, это, мягко говоря, очень круто. Ну, можно провести параллель с тем же недавним Хубилаем, который получает ускорение для цивиков и технологий за встречу каждой цивилизации, но это одномоментно происходит, понимаете? А торговые пути на протяжении всей игры дают бонусы. Вот даже если представить, что в среднем он будет давать 20 монет, там, сказать, 3 еды и 3 производства, то 11 дополнительных караванов — это 220 монет в ход, 33 еды и 33 производства. Просто вот ни с чего. Просто потому, что ты встретил. Видимо, Фераксис считают, что они эту имбу понерфили тем, что португальцы могут торговать только из прибрежных городов. Ну, то есть, чтобы вы понимали, очевидно, если Португалия ставит город без выхода к морю, которым даже гавань невозможно построить, то оттуда караван отправить будет нельзя. Но даже на Пангеи, я уверен, Португалия найдет себе места. Ну, только если, конечно, не заспавнят в центре континента. То есть, получается, либо она в центре Пангеи, и это просто неиграбельная цивилизация без караванов, и можно сразу сдаваться, либо она на побережье, и она очень крутая цивилизация. Здравствуйте, мы Фераксис, мы в баланс не умеем. Ну и, кроме того, вопрос по Фаитории, зачем позволять другим цивилизациям размещать у себя Фаиторий? Ваши впечатления, надеюсь, прочитать в комментариях. Естественно, после выхода следующего обновления этой цивилизации, а должно это произойти, по идее, в четверг 25 марта, я запишу прохождение на божестве за Португалию, и посмотрим, насколько она хороша. На этом все, играйте в умные игры, и всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца, я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях, а также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры, и всем пока.